Должен сказать, что сегодняшние наши дискуссии об характере, изменяющемся характере образования, в связи с переходом на дистанционный режим работы, или, как часто это говорят, более аккуратно, очное обучение с использованием дистанционных технологий. Дискуссии связаны как раз с тем, что мы больше ориентируемся на обсуждение технических деталей, которые, безусловно, важны, методических деталей. Однако я бы хотел отметить важность и концептуальные, если позволите, философские составляющие или того, что можно назвать телеологией образования, то есть целью образования, целью устремленности этого самого образования. Вот на эту тему дискуссий происходит, как правило, меньше, причем ситуация складывается довольно парадоксальная. Если проводятся конференции по вопросам философии образования, то эти проблемы, конечно же, обсуждаются, но тогда технические проблемы остаются в стороне. И наоборот, там, где обсуждаются технические, методические вопросы, там, как правило, никто не задумывается о вопросах цели образования, как таких. Вот поэтому очень сложная задача и совершенно необходимая, как мне кажется, это сочетание обоих аспектов этой проблемы. Связано это прежде всего с тем, что у современной системы образования, как российской, так и мировой, есть огромное количество проблем. То, что эти проблемы существуют, понятно абсолютно всем, вот как их решать, пока что не совсем ясно. То, что произошло в результате пандемии, перевод обучения в дистанционный режим, в заочный режим и так далее, и так далее, лишь усугубил те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. В вопросах о целях образования, поэтому существует, по крайней мере, несколько известных подходов. Ну, прежде всего, это классическое образование, когда мы считаем, что образование, по сути, это некая цель в себе, это своеобразное возделывание души. А это именно с точки зрения Цицерона и есть философия. Цель образования служит целем развития общества. Это второй пункт или вторая возможная версия этой интерпретации. И она, как раз, как мне кажется, скорее возобладала в российском обществе, что не может не вызывать некоторые вопросы. Особенно учитывая недавний, сравнительно недавний опыт функционирования образования в идеологической системе советского общества. Наконец, есть третий подход, где образование служит целем саморазвития личности, ее психологическому благополучию и так далее, и так далее, самоактуализации. Но, по сути дела, до этого варианта мы с вами так и не добираемся, потому что сегодня возобладал подход совершенно иной. Образование нам нужно для получения профессии, профессия нужна для работы. И поэтому большинство обучающихся сегодня интересуется вопросами получения дипломов, соответственно, отсюда максимально простому получению всех необходимых баллов. В связи с введением так называемой бальной рейтинговой системы, вопросы качества образования интересуют только бюрократов от науки. Буквально на сегодняшнем вебинаре, который проводится в рамках зимней школы преподавателей на образовательной платформе Юрайт, одна из выступающих сказала, что качество образования – это соответствие цели образования, утвержденных стандартами, государственными стандартами, полученным результатом. И в скобках было отмечено и или также целем самого человека. То есть в данном случае получается, что о качестве образования мы говорим исключительно с какой-то внешней, вычислительной, так сказать, точки зрения. И вот это различие в отечественном превалирующем сегодня подходе и подходе, который предлагает, например, Организация Объединенных Наций или ЮНЕСКО, очень четко видно на этом слайде. То, какое количество людей было затронуто пандемией и переносом обучения в онлайн-режим, мы все прекрасно знаем фактически. Это касается абсолютно всех. Возникают определенные проблемы, о которых мне тоже уже приходилось не раз говорить. Ну вот, в частности, поскольку я имею удовольствие сотрудничать с различными учебными заведениями, то и видел различные реакции на эту сложную ситуацию. В Российском университете дружбы народов используется уже давно, много лет используется так называемая ТУИС, телекоммуникационная учебно-информационная система. Она, по сути дела, организована на тех же самых принципах, что и знаменитой моду. В Российском государственном социальном университете существовала своя система дистанционного обучения, но фактически она была ориентирована только на работу со студентами-заучниками. То есть, введение онлайн-занятий здесь просто невозможно. Поэтому преподавателям нужно было создавать частные облачные аккаунты, использовать для введения онлайн-занятий скайп. Соответственно, отсюда и определенные ограничения, как мы знаем, при работе со скайпом. Это количество людей, это надежность связи и так далее. Решение, которое было использовано сразу же в Институте гуманитарного образования информационных технологий, соответственно, и в Международном колледже искусств и коммуникаций, заключалось в использовании вообще всего пакета Microsoft Office для вузов. То есть, решение, которое можно рассматривать здесь как весьма и весьма прогрессивное. В частности, мы получили доступ для сервисов и Teams, и OneDrive, и Stream, и всего остального. Тем не менее, есть везде свои определенные проблемы. В частности, по поводу проблем Teams и Microsoft-ских программ, сегодня как раз Алексей Борисович чуть выше говорил. Я могу с ним здесь только солидаризироваться. Действительно, мне крайне трожно работать с Teams, потому что он безумно завешивает всю систему. Пользоваться другими приложениями становится крайне сложно. Очевидно, что для этого требуются более мощные компьютеры, которые есть не у всех как преподавателей, так и не у всех студентов. Поэтому здесь есть проблемы. И в качестве возможного варианта решения проблем я бы хотел кратко упомянуть тот вариант, который мне пришлось уже как студенту, так сказать, использовать осенью минувшего года, когда я проходил обучение по системе тоже онлайн обучения в университете Огайо. Это был курс английский язык как язык преподавания, который финансировался Государственным департаментом Соединенных Штатов. И там использовалась, я прошу прощения, здесь просто перелистая несколько слайдов, поскольку у нас есть определенные лимитации, связанные с временем. Использовалась платформа, которая называется Canvas. Вот для начала, чтобы очень характерно, был проведен специальный ориентировочный курс по этой платформе, где будущим студентам нужно было овладеть основными методами работы, подробно рассказывалось, где какие вкладки, где какие файлы, как что размещается, как что делается. Более того, после этого необходимо даже было пройти что-то вроде такого теста, где вы должны были набрать необходимое количество баллов, продемонстрировав тем самым, что вы действительно овладели этой системой. Вот так примерно выглядит часть интерфейса платформы Canvas. Почему я говорю о ней? Потому что по, опять-таки, опыту работы с системой Teams, как и другими майкрософскими продуктами, в общем-то, Teams дал нам большие возможности, но тем не менее он не приспособлен специально именно для решения учебных задач. Есть большие инструменты, но не для решения учебных задач как таковых. Платформа Canvas в этом смысле обеспечила гораздо большие возможности, например, в аспекте взаимодействия самых студентов, о чем сегодня тоже, кстати, уже говорили, то есть включение студентов обсуждения результатов, совместная работа над проектами, упоминалась такая форма работы, как, скажем, проект, который делает студент, или работа, которую он делает, и затем в качестве обязательного условия, часть обязательного условия, обязательного задания, это чтобы вы написали реакцию на две студенческих других работы. То есть я, как студент, я должен прокомментировать две работы моих коллег, которые тоже вместе со мной учатся. Почему я рассказываю об этой системе? Дело, по сути, дело не в системе как таковой. Дело даже не в ее, безусловно, разработанности и заточенности, поэтому я думаю, что высшие учебные заведения должны направить свое внимание как раз в сторону вот таких уже хорошо разработанных образовательных решений, чем, скорее, пытаться изобретать велосипед, если, конечно, только перед ними не стоит такая задача, желательно, чтобы она поддерживалась каким-то финансированием и грантами. Дело совсем в другом. Дело в ориентации образования. Мы сегодня часто говорили о мотивации, заинтересованности и так далее. Проблемы, которые мы обсуждали, как уже реальные преподаватели, и будучи одновременно студентами на этом курсе, как повысить эту вовлеченность. Но никто не говорил о том, что студентов нужно как-то специально мотивировать к тому, чтобы учиться. Эта ситуация, с моей точки зрения, является достаточно, простите за сильное слово, дикой, потому что предполагается для преподавателей Соединенных Штатов, что человек, который приходит в учебные заведения, он знает, что ему это нужно. И специально его как-то агитировать для этого нет никакой необходимости. И это связано, опять-таки, с представлением о том, зачем нужно образование, каковы цели этого самого образования. Если нужно все это только для того, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности, соответственно, так называемый практико-ориентированный подход, ну тогда рано или поздно мы увидим уничтожение абсолютно всех общеобразовательных дисциплин и, соответственно, сведение человека, опять-таки, к функции выполнения, к функции социальных потребностей. Как мне кажется, недавний опыт этой стороны и, в общем-то, общее представление о том, как развивается общество, подталкивает как раз к другому пониманию. Потому что люди, которые лишены возможности реализовывать себя творчески, у которых нет никакого желания заниматься какой-то творческой деятельностью, это люди, которые, по сути дела, создают трудности для всего общества, потому что общество теряет способность реагировать на те вызовы, которые стоят перед ними. И мы тогда начинаем реагировать только вот в плане таких очень четких, ригитных классификаций. Мы не передаем знания, мы не передаем информацию. Аудитория, в которой мы работаем, это место, где знание продуцируется, где оно создается. И поэтому я бы в заключение, не желая тут переборщить со временем, предложил бы всем собравшимся, порекомендовал бы посмотреть один из относительно недавних фильмов американского режиссера Майкла Мура, который называется «Where to invade next?», то есть «Куда бы нам вторгнуться еще?», где, в частности, Мур путешествует по разным странам Европы и смотрит на то, как выглядит, например, образование в разных странах. И поэтому я считаю, что, резюмируя, что проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, из-за цикленности, как мне кажется, которая проявляется, в частности, на примере сегодняшнего обучения, на методах контроля, прежде всего, дисциплины, как гарантировать то, что люди не списывают и так далее, и так далее, что это не то, с чего мы должны начинать нашу беседу о целях образования. Нужно начинать именно с обсуждения того, насколько образование соответствует главной цели. цели того, чтобы человек был счастливым. И вот когда мы, точно так же, как преподавательница в рядовой финской школе, отвечая на вопрос американского режиссера, зачем школа, как они видят смысл школы, она говорит, что школа – это место, где люди учатся чувствовать себя счастливыми, где они учатся чувствовать себя хорошо, где они овладевают всеми возможными навыками для того, чтобы потом создавать, и уже сейчас создавать свою собственную жизнь. И поэтому перерыв, например, на обед должен составлять не 10 минут, а составлять в школе час в Финляндии или во Франции, потому что это час, который используется для общения детей, потому что они учатся есть правильную и хорошую пищу, есть правильно общаться между собой. И вот все эти вещи, кроме того, калькулятивного интеллекта, который мы традиционно стараемся развивать на наших занятиях, эмоциональный интеллект, коммуникативный интеллект вместе с целями самой человеческой жизни – это то, что должно быть положено в основу наших сегодняшних дискуссий о смыслах образования и, соответственно, о методиках. Спасибо большое. Спасибо.